И к спортивным новостям. Дагестанский боец ММА Эльдар Эльдара возглавит первый турнир Лиги Брейв в России. Вечер боев 16 января пройдет совместно с промоушеном крепость Селекшн. В эти дни спортсмен проводит финальный этап подготовки. На одну из заключительных тренировок побывал Курбан Рагимов. Зимние каникулы Эльдар Эльдаров провел в спортивном зале. Впереди у чемпиона Лиги Брейв защита титула. Поединок против бразильского нокаутера Леонардо Мафра возглавит совместный турнир бахрейнского промоушена с Лигой Крепость Селекшн. Эльдаров уже пять лет живет, утренируется за границей, но в связи с пандемией был вынужден пройти подготовку на родине. Провел первый этап своих сборов в родном селе Хонзахли. 2000 метров над уровнем моря. Делали пробежки, работали на выносливость, качку. Следующий этап вот здесь в зале Кейчкей, Дагестан. Дагестан это место, где на данный момент, наверное, больше всего бойцов в мире тренируется. И любого вида бойца, любого стиля бойца ты можешь найти себе, прийти в зал. И вот видите, человек 40-50, и ты выбираешь, который тебе по стилю подходит и работаешь. Не везде такой выбор. Девять из десяти победных боев Леонардо Мафра выиграл нокаутом. Очевидно, что и в этой встрече экс-боец UFC будет искать счастье в ударной технике. Эльдаров – базовый самбист, который способен не только навязать свою манеру, но и принять бой в стойке. Воспитанник Абдулманапа Нурмагмедова впервые выступит без поддержки своего тренера. Последний бой тоже он был рядом и радовался за меня. И даже сейчас я, готовясь, смотрел, как сказать, в угол, как будто представлял, что у него коронные фразы «здобавили», «добавили». И когда я уставал, я представлял, как он мне кричит «добавили» Эльдар. И вот это меня даже мотивировало. Соперник у него неплохой, бразилец, бывший боец UFC и многих крупных организаций. Ну, я думаю, он никаких особо проблем таких не составит нашему брату Эльдару, поскольку Эльдар очень хорошо готов. Также и в функционалке, и в борьбе, и со стойке. У Эльдара очень физическая мощь хорошая. Я думаю, он с любым поработает, и со стойкой, если он в хорошей форме, да. И также и в борьбе может проработать. И три, и пять раундов. Помимо Эльдара Эльдарова, на турнире в Сочи выступят еще семеро дагестанцев. В числе них – одноклубник Муртазали Шамхалов. Два раза он выигрывал золото чемпионата мира среди любителей. А теперь пришло время заявить о себе в профессионалах. Впереди большие планы. На результат работает вся команда. Конечно, чувствуется, как они ко мне относятся, как поддерживают, как со мной работают. Чувствуете? Утром, вечером они со мной работают. Вот сегодня утром спарринги. В среду, пятницу утром спарринги будут. Вечером, и вот здесь возня, основная борьба, вечером отработки. До выхода бойцов в клетку остаются считанные дни. Все нагрузки уже идут на спад. Оставшиеся до турнира время спортсмены полностью посвятят сгонке веса. Вечер боев пройдет 16 января. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...